Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Бизнес и банки». С вами в студии ее ведущие Андрей Соколев, это я и Ольга Киевская. Приветствую тебя, Андрей. А в гостях у нас Илья Зибарев, директор Департамента стратегического планирования и развития бизнеса «Хомкредит Банка». Приветствуем тебя, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья, традиционный вопрос первый. Расскажите несколько слов о банке. Банк «Хомкредит» – банк, очень быстро набирающий обороты развития. Мы уже вторые по сетке после Сбербанка. Кто не знает, тем не менее, это так. Банк занимает лидирующие позиции в посткредитовании, то есть во всех крупных магазинах и не в крупных магазинах. Вы, скорее всего, встретите именно наш банк, а не какой другой. Мы очень активно сейчас стали выдавать кредиты наличными. Это тоже очень важное направление развития бизнеса. Мы там фактически третьи на рынке. И вот новое стратегическое направление, которое мы избрали сегодня на 2013-2014 год – это карты. То есть кредитная карта, мы считаем это важным продуктом, долгосрочным продуктом. И также надеемся войти в пятерку уже по итогам 2013-го года. Илья, скажите, пожалуйста, а какие продукты вашего банка наиболее интересны для ваших клиентов? Вот могли бы вы что-нибудь рассказать, и если есть какие-то примеры, то с удовольствием услышали бы их. Смотрите, как я сказал, посткредитование, то есть кредиты в магазинах – это самый массовый сейчас продукт. Учитывая, что он самый массовый, мы занимаем первое место, это точно самый, наверное, востребованный продукт на рынке, который сейчас наш банк предлагает. В чем его отличие от всех остальных банков? Потому что вроде мы не одни такие на рынке. В том, что у нас есть программа «Финмак», финансового магазина, в рамках которой мы сделали наши продукты очень открытыми и простыми. То есть мы убрали все, вот мелкий шрифт убрали из договоров, мы убрали звездочки. Написано вот простым языком договор. Я такой-то, банк такой-то, такие-то условия, такие-то обязательства. Вот так это все и есть. Не нужно рыться, искать скрытый смысл. Мы все это убрали, потому что мы считаем… Мы сделали его прозрачным. Мы сделали его прозрачным. Мы все эти скрытые истории убрали. Это принципиальное решение банка, принципиальное решение менеджмента и акционеров. Мы переписали все договоры, это было сложно, но мы их сделали. Они стали простыми на одной странице. Сделано для того, что мы решили… Так как у нас много клиентов, до 27 миллионов граждан нашей страны взяли когда-то у нас кредит. Это большая цифра. Большая. Большая цифра. Даже очень бы я сказал. Да, и мы считаем, что надо с людьми выстраивать такие длительные отношения. И длительные отношения можно выстраивать только максимально честным и прозрачным подходом к доверительным отношениям. Почти никто из банков и в нашей стране, и из-за границы, на самом деле, с массовым сегментом, а это массовый сегмент, не выстраивает таких отношений с большой буквы. Считается, что отношения выстраиваются с премиальным сегментом, там где это востребовано. А мы посчитали, что нет, это наш коренной основной сегмент. Он нам дает возможность зарабатывать, и мы хотим быть максимально прозрачными и отдавать тоже что-то взамен. Поэтому мы провели большую работу в прошлом году и вышли на такой честный, открытый подход. Поэтому это востребованность нашего продукта и его оболочки, и его продажи нашим клиентам. Интересно, а длительное отношение с клиентом в случае потребительского кредитования, это что? Это означает, что клиент погашает один кредит у вас и через некоторое время берет другой, и так вы продолжаете с этим клиентом работать? Или этот клиент у вас начинает приобретать какие-то другие продукты? Ответ, конечно, начинает приобретать другие продукты. То есть отношение, это не значит продать ему еще раз то же самое. Отношение, чтобы клиент стал полноценным клиентом банка. Не секрет, что когда ты берешь потребительский кредит в магазине, очень часто люди не ассоциируют этот кредит с конкретным банком, где они его взяли. Они взяли кредит в магазине на покупку конкретной вещи. Также не секрет, что во многом это эмоциональная достаточно покупка, эмоциональное решение. Вот они его делают. Мы хотим, чтобы когда они стали клиентом нашего банка, чтобы они это понимали. И второе, чтобы банк был для них интересен в будущем. Пост-кредит, это как бы первая ступенька работы вообще с финансовой сферой. Учитывая, что очень большое количество людей берут и пользуются пост-кредитом, то есть это востребованная история в стране. Что в разных странах это уже переведено на карты. Но есть страны или отдельные штаты в США или в Мексике, где пост-кредит, как у нас, это до сих пор работающая форма отношения банка и заемщика. Поэтому мы считаем, что взял пост-кредит, потом, если хочешь, возьми еще пост. Но есть другие, более простые способы. Можно взять карту. Карта, фактически, возобновляемый кредит. Зачем каждый раз ждать время, тратить свое в магазине. Собирать там кучу всего. Конечно, прошел один раз. Чем хороший пост-кредит? Если ты хорошо платишь, ты становишься клиентом банка. Это значит, что уже есть предложение у банка для тебя. Банк тебя знает. Это облегчает получение другого кредита, более высокого лимита по кредиту. И таким долгосрочным инструментом взаимодействия, взаимоотношения банка и клиента, конечно, является кредитная карта. Потому что кредитная карта как паспорт. По нему все видно, куда ездил, что ты хочешь, сколько ты тратишь, какие переводы тебе востребованы. И банк должен предлагать такие продукты клиенту, чтобы клиент оставался в банке. Ну вот интересно, банк Home Credit это такой банк-монолайнер был в прошлом. Банк посткредитования фактически. И в последние годы банк активно развивает всю розничную продуктовую линейку. И вам, наверное, поскольку вы эту линейку начали развивать в недавнее время, вам, наверное, виднее, что ли. У вас нет истории, и вы, наверное, имели возможность брать те продукты банковские, которые в тенденции развития. Вы можете сказать несколько слов, как вы видите эти тенденции развития розничного обслуживания? Куда идет бэнкинг розничный? Смотрите, на самом деле, если посмотреть на историю почти всех крупных российских банков, у всех была какая-то ключевая функция в начале. Крупные банки, они начинали в России развиваться с корпоративного кредитования. Там они создали деньги, основную прибыль, и потом стали развивать розницу. В рознице то же самое. Некоторые банки сразу ушли в посткредитование. Я их не буду перечислять, но они есть. А некоторые стали сразу универсальными. Поэтому по подходу хомкредит, в принципе, ничем не отличается. Только вместо корпоративного кредитования он стал развивать потребительское кредитование, которое создало основу мощи, финансовой мощи банка. Плюс дало колоссальную базу клиентов. И то, что есть у нас уникальное, мы научились с этими клиентами работать. Мы их понимаем. Вот эта скоринговая модель, которая может быть доведен до совершенства, только пройдя определенный путь ты можешь это сделать. Поэтому хомкредит это сделал. С точки зрения тенденций, безусловно, это карточный бизнес, как я уже говорил. Это почти видно по всем банкам. Это сейчас важно. Все банки прошли очень похожий путь. Те, кто занимался посткредитованием, посткредитованием, те, кто им не занимался кэш-кредит или кредит наличными на различные нужды. И вот сейчас такой существенный тренд в развитии карточного бизнеса. Но что еще очень важно, и кризис как раз последний это показал, что помимо кредитных продуктов нужно строить еще обычный транзакционный или комиссионный бизнес, не связанный с кредитованием. Это потому что это как вот две ноги. Если кредитование это одна нога, она может быть мощной, большой, но она одна. А вот по теории, по книжкам, и этой книжке не просто так написано, они говорят, что должно быть кредитование и должно быть обычный комиссионный транзакционный бизнес. И вот создание транзакционного бизнеса, оно как раз требует взаимоотношения с клиентами, то есть доверия. И на того наполнение интересного интернет-банк, переводы, в хом-кредит одни из самых дешевых переводов сейчас на рынке, депозитная политика. Мы вошли в десятку банков, по которым формируется ставка по депозитам в стране. За один год. Сейчас совершенно большой, полмиллиона клиентов за год у нас депозитных новых клиентов. То есть, значит, у нас такая модель интересная, то мы умеем привлекать деньги и хорошо их выдавать. Потому что это и есть обычная модель. Ты привлекаешь, ты выдаешь. Поэтому вот такие, я думаю, тренды основные сейчас на рынке. Вот вы упомянули скоринг. Наверное, это, наверное, ключевой фактор, который вам позволяет быстро выдавать кредиты в сервисных предприятиях, в торговых предприятиях. Или есть какие-то еще нюансы? Скоринг 100% умение работать с персоналом, потому что личностный фактор, он также крайне важен. Скоринг – это формальная часть, но она не закрывает, назовем так, личного мошенничества, которое вообще в целом в стране достаточно распространено. Поэтому нужно отдать должное нашей кадровой службе, умение подбирать правильный персонал, хорошо его мотивировать. Это тоже составляющая… Это экзекьюшн, это исполнение. То есть если ты сделал скоринг, но у тебя плохое исполнение, он все равно провалится. И вот эти две модели, когда есть очень правильный скоринг, построенный на многолетнем опыте, понимании клиента, как он себя ведет, как он в кризис себя вел, что очень важно для хом-клиента, хом-клиента пережил кризис с этими клиентами. Немногие банки реально могут похвастаться. И это укрепило крайняя банка. И вот этот экзекьюшн, он тоже вторая составляющая, то есть персонал, который мы берем на работу, как они работают с клиентом. Мы за этим следим. Мы сами делаем мистери-шоппинг у себя. Ого. И мы двигаемся в сторону еще большей оценки банков с точки зрения сервиса, с точки зрения сервиса на рынке, какое место мы занимаемся для других банков. И как и наш клиент, и даже клиент других банков оценивает наш банк. Потому что мы хотим стать реально глобальным. Мы хотим, чтобы каждый второй человек в стране имел наш продукт. Вот такая амбициозная задача, но она реально, я думаю, исполнима. Хорошая задача. И там более того, Илья, мы знаем о том, что вы-то пришли как раз из Альфа-банка, где, собственно говоря, и развивали розничную сеть. И по большому счету сейчас в Хоум-кредит у вас стоит, ну, мега, конечно, непростая задача. Но учитывая ваш опыт, конечно, там, вот хотел спросить, какие планы, как вы видите развитие розничной сети, да, и, может быть, с помощью каких-то там ноу-хау, каких-то новых интересных фишек. Я не знаю, там, креатива, на которую сейчас обращают внимание банки. Может, вы вот как сейчас до этого сказали, нет, нам это не нужно. Мы все-таки сосредоточимся на традиционных вещах, там, сервисе, обучение. Потому что все, что мы делаем, мы делаем для людей. И хочется, чтобы они оставались, они приходили, они возвращались, они рекомендовали и так далее. Ну, смотрите, действительно, я в Альфа-банке занимался продуктами. То есть то, что мы людям продаем в нашей сети. В хоум-кредите, это, как я сказал, вторая сетка сейчас после Сбербанка. И важно, что наша сетка, она разная. У нас есть крупные, так называемые, офисы, такие стандартные, да, как мы привыкли называть филиалами, назовем их тогда, такие каменные. Вошел там 150 метров, все стоит, стойка, все хорошо. Есть микро-офисы, такие небольшие стойки в магазинах. Есть мини-офисы метров 50, тоже в шоппинг-моллах. То есть очень разные форматы. Почему они сделаны? Они сделаны для того, что мы идем за клиентом. Вот где клиент, наш клиент, вот там и мы. Понятно, что если это, например, торговый центр, там проще и договориться, и поставить стойку, либо сделать микро-офис. Поэтому мы делаем то, что востребовано в этом конкретном сегменте, в этом конкретном месте, где наш клиент. Это, наверное, одно из наших ноу-хау. То есть мы не только умеем диверсифицировать форматы, мы еще умеем эти форматы выводить на окупаемость реально быстро. То есть я знаю просто опыт других банков, мы, наверное, лидеры по тому, как быстро окупаются наши отделения. Это значит, что мы их умеем в правильных местах строить и правильным наполнением наполнять. Вот это ноу-хау, о чем вы говорите. Второе важное ноу-хау, то, что мы, это как раз в рамках финансового магазина делается. Мы сейчас запускаем проект, мы вешаем такие табло, похожие на Макдональдс. То есть вы входите, и перед вами такие четыре экрана, объединенных вместе, и на каждом экране меню. Такое простое меню, не больше трех продуктов. Три карты, три депозита, три вклада, три кредита наличными. И вам не нужно читать какие-то брошюрки, которые вам дают. Вам не нужно слушать человека долго, когда он вам объясняет, какие разные продукты. Вы пока 5-10 стоите, он находится в отделении, вы уже все увидели, как в Макдональдсе. Вы все увидели. И там все понятно, учитывая, что, как я сказал ранее, мы убрали все эти скрытые истории. Написана процентная ставка? Такая есть. Написано два документа, никаких других историй. И вот это одно из ноу-хау, чтобы сделать, как мы говорим, просто быстро, удобно. Вошел, посмотрел, понял, купил. То есть комфорт в покупке – это одна из важных составляющих нашего построения отношений с клиентом. Ну, вот эта простота, она дорогого стоит. Наверное, за ней стоит большой труд сотрудников банка. Мы продолжим разговор после рекламной паузы. Реклама. Читайте в журнале «Маркетинг-менеджмент». Как маленькому магазину стать крупной торговой сетью? Как случайного клиента превратить в постоянного? И как создать эффективную рекламу с минимальными затратами? И еще – 128 лучших идей для вашего бизнеса. Закажи свежий номер журнала на сайте marketing-magazin.ru И повышай продажи. Проблемы с бухгалтерией? МБК. Мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет. Сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65. Мир-бк.ру Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем программу «Бизнес и банки». С вами в студии ее ведущие Андрей Сокулев. Это я и Ольга Киевская. Привет, Андрей. А в гостях у нас сегодня Илья Зибарев, директор департамента стратегического планирования и развития бизнеса «Хомкредитбанка». Здравствуйте. Привет, Илья. Привет. Мы остановились на том, что развитие продуктовой линейки и обслуживания клиентов – это огромный труд. Это одна часть работы. Коллектива слаженного. Мы хотели как раз, Илья, задать вопрос. Конечно, за всем за этим стоят люди. Поэтому сделать так, чтобы человек захотел взять кредит или что-то купить, это, конечно, нужно уметь и иметь и обладать некими навыками, когда с вашей стороны представитель банка может что-то объяснить, сказать, рассказать и так далее. Так поэтому вопрос вот какой. Как вы обучаете своих сотрудников, как вы их мотивируете, и как вы делаете так, чтобы действительно появлялось все больше новых клиентов, и люди были довольны обслуживанием информации и всех остальных, а не то, о чем вы говорили ранее. Да, помимо этого, по поводу договора вы говорили и так далее. Смотрите, безусловно, человеческий фактор, он самый главный, потому что с двух сторон это люди, клиент и продавец банка. Поэтому наша часть службы очень большое внимание уделяет нашим сотрудникам и с точки непрозрачности и мотивации, то есть человек понимает, сколько денег он зарабатывает и почему. Это вот крайне важная история. То есть не то, что ты работаешь, результат хороший, не очень хороший, но ты не понимаешь, как тебе рассчитывается твоя зарплата или твое время, ты понимаешь. У нас ты понимаешь, как это делается. Более того, мы считаем, что по идее нормальный сотрудник, у него не должна быть какая-то суперэкстра мотивация ходить на работу. Это его право ходить на работу или не ходить. Если мы выбираем ходить на работу, мы уже мотивированы это делать, потому что мы это делаем. Правильно? Никто же нас не заставляет, мы же не находимся в режимном государстве, где мы обязаны ходить на работу. Поэтому наш подход такой, что работа должна быть интересна, должна развивать человека. И мы считаем, что вот это и есть мотивация ходить на работу, потому что тебе нравится это делать в текущем этапе твоей жизни. Естественно, при этом ты должен получать хорошее вознаграждение за хорошую работу. Вот эти все принципы очень понятны в банке. Я думаю, это является одним из основных таких мотиваторов. Плюс к этому у нас очень большая программа тренингов, причем на всех уровнях. На уровне топ-менеджмента, миддл-менеджмента, региональных наших директоров и дирекций. Чтобы какая-то единая концепция духа компании, она присутствовала. Чтобы ее все разделяли. В банке на конец года будет работать более 35 тысяч человек. То есть мы на самом деле очень большой работодатель. И мы работаем в разных регионах. У нас колл-центры, он не один, тоже находятся в различных регионах. То есть мы такая значимая компания с точки зрения в целом взноса нашего бизнес-культуры вообще в российское общество. Потому что такое количество сотрудников проходит через банк. И когда они растут, уходят, может быть, в другие компании, они приносят вот эту нашу культуру. Это как в Макдональдсе. Все должны пройти через Макдональдс. Это считается такой правильной школой. Мне кажется, хом-кредит такая правильная школа розничного банкинга. Подходя к клиенту, к продукту, как это продавать. Но, безусловно, роль менеджмента сводится к тому, чтобы сделать продажу приятной и интересной. То есть ты должен продавать продукт, в котором ты тоже уверен. Ты должен любить, понимать. Конечно. Потому что если ты говоришь, что там неправильный продукт, то это неприятно продавать. Мы же все люди, мы же не хотим друг друга обманывать. Правильно. Мы же все равно понимаем, что перед нами человек, может быть, чей-то знакомый. Поэтому это надо делать максимально прозрачно и с чувством достоинства даже. Смотрите, как интересно получается. Года два назад в различных прогнозах аналитиков все говорили о том, что банковские офисы будут отмирать, количество сотрудников будет сокращаться, что упор будет делаться на самообслуживание клиентов, что все в интернет, все в соцсети и так далее. Тем не менее, вопреки тем прогнозам тех лет, вы сейчас нам говорите, что у вас 35 тысяч сотрудников, у вас 20 тысяч точек присутствия по всей стране. То есть развитие все-таки идет в другую сторону. Вот почему так происходит? Две причины. Первая, надо сказать, что в России количество банковских отделений всегда было крайне низкое. То есть, например, если взять двухлетнюю давность, то средний российский банк имел порядка 200-300, а на Украине, например, топ-5 банков имели тысячу. Хотя Украина меньше нас в несколько раз. Поэтому количество офисов в целом в России было крайне маленькое. И сейчас банки наверстывают упущенное. Потому что есть очень многие городов, где вообще, кроме Сбербанка, традиционно, исторически, как крупнейшего единственного Совета, ничего и нет. Поэтому есть банки, которые по почте рассылают. Они же это делают в том числе, потому что дорого это все открывать. Поэтому сейчас банки получают некое минимальное присутствие. Это первое. Второй фактор в том, что все равно все остались людьми. И ощущение, что банк где-то рядом, вот когда вы делаете опросы клиентов, что они хотят от банка, номер один, банк должен быть рядом. Люди хотят ощущать возможность личного присутствия, личного осязания, наличия банка в твоем районе. Вот это важный факт. Он никуда не уходит и никуда не девается. Третий момент. Мы работаем в массовом сегменте. Это значит, что интернет еще не стал составляющей частью жизни этого сегмента. И он только становится составляющей частью. То, что мы видим, люди начинают делать и то, и другое. То есть они уходят в интернет, уходят в мобильный банк. Это тоже. И, например, одна из задач банкиров, это понять, что можно продавать в мобильной банке и проще делать в мобильной банке. Что можно делать через телефон, например. Многие продажи сейчас надо делать через телефон. У вас база, например, 5 миллионов клиентов. Через телефон можно продать очень много. Они уже ваши клиенты. Вы их знаете, вы можете сделать им предодобренное предложение. Можете позвонить и продать им эту вещь. Это проще, чем вызывать клиента в офис, стимулировать его на приход в офис. Тем не менее, если от продуктов, которые продать не имея личного отношения, невозможно. Это относится точно к инвестиционным продуктам, к сложным страховым продуктам. А банки тоже их продают очень активно. Потому что банк это такое окно финансово-инвестиционно-страхового обслуживания нашего населения. И это без личного контакта сделать невозможно. Поэтому мое мнение, что тренд на развитие офисов останется. Форматы будут разные. Потому что нужно строить офис 200 метров дорогой, если можно обойтись форматом 50 метров, более дешевого. Просто знать четко, что ты там продаешь. Ну и, безусловно, нужно разводить дистанционный канал. Это просто удобство и комфорт. Если вы можете привести людей на дистанционные каналы, здорово. А для хом-кредита важно, чтобы банк был доступен 24 на 7. Поэтому мы себе ставим целью, что ты всегда сможешь получить максимум продуктов и услуг по различным каналам. Закрыт офис, телефон остался. Позвонив в телефонный центр, тебе смогут помочь. Не хочешь звонить, хочешь через интернет, сделай это через интернет. Но в каждый момент ты можешь получить максимум продуктов и услуг пользуясь различными каналами. Вот это, я считаю, такой правильный тренд. И выбрать тот канал, который для тебя приятен. Вот такая, я думаю, суть развития. Мы обсудили массу факторов, влияющих на развитие бизнеса. Есть один такой выделенный фактор – это регулятор. Он, безусловно, влияет на бизнес. Вы, вопрос, вы ощущаете это влияние? Как вы его ощущаете? И, соответственно, как вы корректируете стратегию в связи с ужесточением действия регулятора? Слава богу, что он есть, во-первых. Это реально, это не шутка. Это хорошо. Потому что, мне кажется, в России за последние несколько лет финансовая политика очень грамотная и правильная. И слава богу, что он есть. Безусловно. Мы, на самом деле, все тренды, которые сейчас регуляторы воплощают в жизни, мы их всех понимаем. Они, в принципе, нацелены на одну простую вещь. А, на предсказуемость банковской системы, на предсказуемость развития и на возможность предотвращения кризиса. Что в конечном итоге идет во благо потребителя. Всем нам. Вот нам с вами просто идет. Потому что мы тоже не хотим, чтобы вокруг нас завтра оказалась куча бедных людей или людей в долгах с неустойчивой психикой. Потому что, когда вы в долгах, это тяжело. Это никому не интересно. Проще, опять же, это вопрос к отношению. Если мы выстраиваем отношения с клиентом, мы не заинтересованы получить прибыль здесь и сейчас и забыть о том, что будет завтра и послезавтра с этим клиентом. Поэтому, что сейчас делают регуляторы, нормально. Нас это не беспокоит с точки зрения нашей текущей деятельности. Мы все это понимаем, не планируем что-то сворачивать с этой точки зрения. У нас, в принципе, все все равно будет хорошо развиваться. Мы, более того, ряд вопросов начали до того, как регулятор об этом сказал. Мы сделали более прозрачными наши условия. Мы хотим, чтобы клиент сознательно делал выбор, покупая тот или иной продукт. Мы четко смотрим на закредитованность нашего конкретного клиента, проверяем его по бюро кредитных историй. Если мы не видим, что закредитованность, мы выдавать кредитов не будем. Может быть, я, когда сказал регулятор, я немножко сузил. Давайте расширим вопрос тогда. Какие, в принципе, вызовы банковской системы вы увидите? И как, в частности, банк хоум-кредит им будет противостоять? Я думаю, что, смотрите, вызовы банковской системы – это первая конкуренция, на самом деле. Она все равно есть, она достаточно жесткая. Поэтому мы противопоставляем в данном случае технологию, более дружелюбный и клиента-ориентированный подход. С точки зрения вызовов от регуляторов, я думаю, что регулятор требует большего капитала у банка. Это хорошо. Чем стабильнее и надежнее будут банки, это в целом лучше. Лучше, значит, они не будут гнаться за наживой, они будут стараться нормально подходить к своим клиентам. И выстраивайте тоже с ними долгосрочное отношение, конкурируя именно к качествам продукта, а не яркой вывеской, желанием сейчас разными путями что-то продать. Отсутствие мелкого шрифта. Например, да. Я думаю, что вот этот тренд, если рынок подхватит нашу пионерскую инициативу, я думаю, это всем будет от этого полезно и хорошо. Единственный момент, который немножко, может быть, напрягает, это различная трактовка судами взаимоотношений между клиентом и банком. Потому что не секрет, что очень часто мы видим некую такую социальную ориентированность в принятии решения. Я, как вот юрист по образованию, могу это видеть очень четко. То есть я вижу, что это не состязательный процесс, где судья независимый оценщик. Но это, наверное, пока не носит системного характера, но за этим нужно следить. Потому что это так же важно, как регулятор следит за нами. Я думаю, важно следить как правоприменительная практика. То есть если что-то не так, значит нужен закон, который ограничивает банки или условия кредитования. Например, во Франции, в ипотечном кредитовании, есть четкое ограничение, какой процент первоначального взноса люди должны вносить. Например, 35%. Меньше нельзя по закону. Точка. И когда был кризис во всем мире, во Франции его не было. Да, не такое количество людей получит ипотеку сразу. Ну и что? Зато в случае вот таких кризисов, они все равно регулярны в стране. Это как-то дисциплинирует. Конечно. Копи, снимай, арендуй и дальше двигайся. Не надо спешить. А у нас в стране, кстати, заметьте, люди покупают машины дорогие. Не гольф-класс, а выше. Телефоны. У всех там айфоны дорогие. Но это вот такая культура. Поэтому я думаю, что некая... Я думаю, ее вообще не было. Воспитание. Да. Поэтому некое ограничение в потреблении, такое понятное, я думаю, оно на пользу глобально. У нас, говоря о пользе потребителей, у нас осталось несколько секунд, чтобы вы могли пожелать что-то нашим телезрителям. Я хочу пожелать любви друг к другу и к ближнему. Это важно на самом деле. И я хочу пожелать, чтобы люди всегда соизмеряли свои силы своими возможностями. Особенно финансово это реально важно. Потерпите, покопите лучше лишний раз и купите то, что вам реально надо. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели передачу «Бизнес и банки». С вами в студии были ее ведущие Андрей Сокулев, это я и Ольга Киевская. А в гостях у нас был Илья Зибарев. Илья, спасибо огромное тебе за очень приятную беседу и очень теплые добрые слова. Всегда рад, спасибо. До свидания. До свидания.